Всем привет! Рада видеть вас на своём канале. Надеюсь, вы рады меня слышать. Ну что, ребят, поговорим мы с вами о канале Аня и Настя Лайф. И вы знаете, мне было очень интересно заглянуть к ним в комментарии. Именно к ним в комментарии. Ну, потому что свои комментарии своих зрителей я все перечитала. Но мне интересно было, что же ей написали её зрители и подписчики, которые, ну, видимо, очень ценят, да, таких великих блохеров, которые зарабатывают великие деньги, качают губы, да, и такого высокого мнения о себе. Ну и посмотрите, что им написали. По поводу работы. Давно пора на работу. Дальше. Сумка есть. Осталось палатку, тележку и бутылку с горючим приобрести. И много-много смайликов улыбающихся. Ну и дальше. Вот что значит не работать. И действительно, вот что значит не работать. Путаются без дела по магазинам. Прошлый раз прям расстроились. Прям настроения не было, что они в центр не попали. Транспорт не ходил. А так хотелось пойти деньги потратить. Так хотелось потаскаться по магазинам. Ну и дальше даже Наташу покритиковали. Наталья с сумасшедшими бровями. Ну а что не покритиковать? Вы знаете, если она снимается у них в видосах, да, то она тоже автоматически публичной личностью становится, раз они ее показывают в своих видеороликах. И дальше Наташины брови. Это жесть. Марфута сердитая. Ну и дальше к Насте обратились прям уважаемая. Уважаемая Настя, срочно делайте что-то со своим фейсом. Вы простите, но это не подлежит комментарию. Как это страшно. Действительно, ребят, девчонка молодая, да, 24 года. Они кричат, что мы привлекательные, мы красивые, мы устраиваем себя. Ну хорошо, вы устраиваете себя. Ну неужели Настя не видит, что нужно ей поменять полностью питание? Потому что ну неспроста же это такое творится на лице, когда такие высыпания. Ну и ответы. Там выражение, вырождение на лицо. И дальше. Нормальное у нее лицо. Она привлекательная девушка. Просто ее поведение и дерганье ее не красит. Она очень неуверенная в себе и все время поддакивает на заднем плане. Вообще, ей было бы очень хорошо, когда она выпрямляла волосы. И они у нее были аккуратно заколоты. Ну и дальше. Здоровые бабенки. Болтаются целыми днями на налоги работающих немцев. Вот вы понимаете, ребят, ведь ничего же не делают. И это же так хорошо, что Настенька наконец-то займется делами. И времени бездельничать не будет. Вот интересно, когда же еще Анечку отправят на работу. И там, глядишь, и фигуры станут лучше, да? И времени обычаем заниматься уже не будет. Да и зарабатывать будут на себя. Ну а дальше. Очень хороший комментарий. Вы спросили разрешение для съемок у этого мужчины? А вот действительно, кто-то нам кричал недавно и прям закон читал про авторское право. А занимаются чем сами? Снимают без позволения мужчину. Какая разница, что это за мужчина? Вполне обычные и нормальные люди обычно тоже что-то собирают и выбирают себе. Это не значит, что их нужно снимать на камеру и выкладывать ради заработка. Какое вы на это имеете право? Раз вы уже такие правильные, то будьте добры сами. Придерживайтесь правил, а не занимайтесь самовольством. Кто, получается, сами прифигели, что ли? Но меня, знаете, что порадовало? Это то, что их никто не поддержал в этом выступлении судом, полицией, адвокатами. Ну, знаете, потому что, действительно, такие уже деловые стали. Хоть бы одна что-то из себя стоила. Одна скачет, как кузнечик, бесконечно, потому что неуверенная в себе. А вторая вторую бороду свою все прячет и боится показать себя на камеру. Ну и дальше, послушайте. Мне кажется, что Настя хорошая девочка. Простая и открытая, с добрым сердцем. Жаль, что такую же подругу не встретила. То есть, получается, Настенька очень добрая, Анька очень злая. Ну и я сразу вспоминаю эту поездку, когда они возвращались из Харькова в Германию. И что говорила добрая девочка, хорошая, простая и открытая Настенька, злой девочки Ани, по поводу того, что Аня забыла документы и лекарства для собаки. Вот вам и вся доброта, открытость и доброе сердце. Там видно, что никакого добра внутри нет, никакой открытости нет и простоты тоже нет. Одна сплошная злость и отсутствие любви к ближнему. То есть, она любит сама себя и всё. Ну и дальше. Послушайте, какой совет дала Оксана Екатеринбург. Ну, конечно же, Екатеринбург для них Россия. И этот совет они вообще даже и принимать близко не будут. Хоть бы какие-то модные обзоры смотрели, что ли. Всё какие-то торбы покупают. Всё надо сумки, чтобы входила вода, бутерброды. Откуда этот синдром тётки? И так сутулая. Ещё вечно торба на плече. Ведь молодая. Сейчас и рюкзачки женские, не спортивные. Очень стильные есть. И небольшие женственные сумочки, стильные. Куда можно класть текстильный прикольный шоппер и при необходимости его достать, чтобы сложить ваши покупки. Или в поездке. Воду выпил, бутерброды съел. Шоппер сложил и в сумочку. Наталья старше вас и одевается намного интереснее и современнее. Ей язык не повернётся сказать тётка. А вы реально со своим стилем обабились. Ну и дальше. Стильные сумочки надо носить со стильной одеждой. У Насти нет стильных вещей. Где Настя, а где стиль. Поэтому такая сумка нашла свою хозяйку. Ну и, кстати, ребят, по поводу неуверенности в себе у Насти, так как она может быть психологиней, если она сама в себе не уверена? А это очень-очень заметно. И, ребят, я как просто представлю, да, как они себя называют психологинями, да, психологи они. Меня серьёзно такой смех берёт. Психологи, которые не могут сами с собой справиться. Ну, Аня тоже тут в своём репертуаре, раз её напрягает её вторая борода, а она ничего не пытается с этим делать, а Настенька готова выскочить из своей одежды, подпрыгивая бесконечно и любуясь собой в камеру. И как тут можно говорить, что девчонки уверены в себе? Конечно же, нет. Зато других они уже успели отправить и в психушку, и обозвать больными, диагнозы выставлять они умеют, да. Вот только за своими языками почему-то не следят. Мои хорошие, пишите, что думаете вы по этому поводу. Оставляйте свои комментарии, оставляйте своё мнение. Ну, а я хочу напомнить, что это лично моё мнение, и я его никому не навязываю. И на этом я буду заканчивать и прощаться с вами. Всех вас обнимаю. Всем пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok